Один из самых закрытых объектов Ивановской области, Северный военный аэродром, впустил на свою территорию блогеров. Министерство обороны решило организовать пресс-тур для интернет-журналистов, правда с одним условием. Число постоянных читателей их блогов должно быть больше сотни. Таким образом, на военный аэродром приехали 14 блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Иванова. В связи с тем, что у нас молодежь, я так думаю, газеты не любит читать, в основном информацию черпает из источников глобальной сети интернет. Соответственно, данные ребята будут освещать данную деятельность воинской части, покажут им фотографии, которые они сегодня сняли, и напишут кое-какие интересные статьи. Рекомендую зайти на сайт и к ним почитать с целью освещения, расширения своего узкозора, если можно так выразиться. Мне отрадно, что ребята не оставляют внимания вооруженные силы Российской Федерации, которые, в принципе, я считаю, находятся на подъеме. Для начала, краткий экскурс в историю военно-транспортной авиации. Музей ВТА был открыт около 30 лет назад. В залах представлены боевые орудия, детали самолетной обшивки, приборные доски пилотов и штурманов, агрегаты пилотажно-навигационного оборудования, неизмеримое количество моделей самолетов. Разумеется, несколько слов о легендарном авиаполке «Нормандия-Неман». Летчики этой истребительной авиаэскадрилле проходили обучение на Северном аэродроме. В стенах этого музея об авиатехнике можно говорить бесконечно, но, к сожалению, в этом году количество приемов посетителей пришлось ограничить. С 2010 года наш музей был понижен в статусе. Теперь это историко-мемориальный зал. Из того штата, который был, я остался один. И мне, конечно, стало тяжело, предположим, в день проводить 2-3 экскурсии. После этого надо все убрать там, посмотреть. Мы своим решением решили, что будем принимать поменьше экскурсантов. От маленьких моделей к серьезной боевой технике. Помимо экспозиции в помещениях музея на площадках возле здания, представлены самолеты, состоявшие на вооружении военной транспортной авиации СССР. Но блогеров музейными экспонатами не удивишь. Они приехали ознакомиться с подготовкой авиационной техники к учебно-тренировочным полетам и боевому применению. На аэродроме находится база боевого применения самолетов радиолокационного дозора и наведения, самолеты А-50 и А-50У. Хочется потому, что узнать что-то новое, посмотреть что-то, когда открыть, так сказать, завесу, потому что у нас было часто засекречено все это, да, там. А сейчас это открылось все. Ну, здесь мы пока полетов не видели, полеты у нас впереди будут. Посмотрим, как самолеты летают. Вот, увидели транспортную авиацию. Перед полетами все летчики проходят тренировки на КТС-32. Этот тренажер имитирует полет самолета Ил-76 и позволяет отработать технику пилотирования, взлет, посадку самолета, а также готовит летчиков и штурманов к особым случаям в полете. В частности, имитирует отказ в полете двигателей и бортовых приборов. Вот так вот, чтобы на тренажерах побывать, в музее, я первый раз, в принципе, пока в полном восторге, особенно от тренажеров. Вот эта открытость, она не на руку там врагу играет, как там что-то в Советском Союзе, а скорее как раз играет на пользу нашим же, собственно, вооруженным силам, потому что люди видят, что это реальная техника, что она летает, что она там, ну, такая внушительная вся. Вот видят этих людей, которые, и у них вот пропадает, соответственно, некая такая вот зависимость от чего-то услышанного в интернете. Самое важное впереди. Участников пресс-тура привезли на взлетно-посадочную полосу для наблюдения за учебно-тренировочными полетами летчиков. В этот день полеты проводились на самолете-разведчике А-50У. На этом самолете используется новая элементная база. Вычислительный комплекс позволяет более качественно и быстро обрабатывать информацию, которую мы получаем о воздушных, надводных объектах. Алгоритм работы с вычислительным комплексом очень удобен. Расчет. Это позволяет расчету более качественно выполнять те задачи, которые стоят перед ним. Естественно, задачи эти увеличены. И объем этих задач увеличен. И экипаж справляется с выполнением этих задач. Разведывательный самолет А-50У – это полноценный авиационный комплекс для ведения разведки и корректировки действий союзных войск и авиации. Самолет этого класса представляет собой модернизированную версию А-50, созданного на базе самолета Ил-76, и является полноценным командным воздушным пунктом. Грязной. Запуск УБ от УБ. УБ запустить. Запускаю. Радицию следить за опасными оборудования стартера. Запуск первого. Три, четыре. Этот самолет рассчитан на дальние радиолокационные обнаружения и решает комплекс задач, необходимых для успешного ведения современного боя. Такие разведчики координируют и наводят истребители, снабжают информацией другие военные самолеты, обмениваются данными с наземными войсками. По сравнению с А-50, этот самолет оснащен усовершенствованным радиолокационным комплексом и может захватывать цели на большей дальности. На Северный аэродром такой самолет поступил только в прошлом году. В настоящее время, значит, человек, который владеет информацией, владеет первой информацией, естественно, тот, он и более конкурентоспособен и может быть, так сказать, всегда впереди, кажется, на передовых рубежах. Поэтому, естественно, и вооруженных силах, фактор времени, это очень важно. Особенно в таком виде вооруженных сил, как военно-воздушные силы, где все происходит довольно-таки динамично, на больших скоростях, и время на принятие решения, естественно, нужен нам такой помощник. Блогеры смогли увидеть рулежку, взлет и посадку самолета-разведчика, но так и не побывали в небе. Летчики говорят, что ощущение полета невозможно забыть или заменить. Это как наркотик. И те, кто никогда не летал, не могут объективно судить об авиации. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.